Современные компьютеры греются не слабо, так что корпусные вентиляторы стали уже нормой, и, разумеется, кроме воздуха они гонят в системник еще и пыль, которая отнюдь не улучшает охлаждение. Конечно, можно купить корпус вместе с пылевыми фильтрами или же чаще чистить свой ПК, а можно пойти более простым путем и купить готовые пылезащитные фильтры на Алиэкспресс. Комплект из пяти сеток на популярные 120-мм вертушки вместе с доставкой обойдутся вам в 100 рублей, при этом качество у них хорошее и воздушный поток они задерживают слабо, а вот пыль, судя по отзывам, отлично. Теплопакет современных видеокарт долгое время подбирался к 300 ваттам и теперь в линейках Radeon RX 6000 и RTX 3000 превысил эту планку. Так что неудивительно, что для отвода такого количества тепла от GPU разработчики изобретают мощные системы охлаждения со множеством теплотрубок и тремя вентиляторами. Весят такие видеокарты нередко больше полутора килограмм, поэтому даже для металлизированного слота PCI-Express такая нагрузка может оказаться велика, из-за чего карта может начать прогибаться. Ну а уж про обычные пластиковые разъемы и говорить не приходится, видеокарта может выломать их под собственным весом. И чтобы этого не произошло, стоит взять универсальный держатель, который можно подогнать под нужную высоту. При этом он выполнен из металла и имеет резиновую подножку в месте, где будет поддерживать видеокарту, так что цена в 700 рублей выглядит оправданной. Отзывы также подтверждают, что кронштейн годный. Собираете недорогой ПК и не хотите отдавать половину стоимости кулера за термопасту? Выход есть. Сумрачные китайские химики уже не один год варят недорогую GD900. Да, ждать от нее уровня той же Arctic MX4 не стоит, но все же по цене того же КПТ-8 она будет показывать отличные результаты даже со средними Ryzen 5 или Core i5. При этом китайцы продают ее прям в зверских объемах и просто за копейки. 7-граммовый шприц всей хладомази с доставкой обойдется вам всего в 150 рублей, и такого количества хватит даже вашим внукам. Если хотите лучшее, тогда на распродаже можно взять Arctic MX4. Большой разницы в температурах не будет, но коэффициент теплопроводности у нее выше. Кстати, вы смотрели наш новый выпуск про хладомазь? Если нет, то обязательно чекните. У большинства хороших и недорогих мониторов есть один ощутимый минус – минимальная возможность настройки положения в пространстве. Нередко можно лишь изменять угол по вертикали и все, что бывает неудобно. При этом вес окрепления на мониторе не такая уж редкость, и модели с ними начинаются всего с 5000 рублей. Ну а раз есть вес окрепления, то можно закрепить монитор на специальном регулируемом кронштейне и менять его положение как душе угодно. При этом стоят готовые решения для крепления к стене не очень дорого – в районе 2500 рублей, что можно назвать разумной платой за удобство. Если же у вас два монитора, как и у меня, очень удобен настольный кронштейн под два монитора. Такой поддерживает два монитора диагональю от 17 до 27 дюймов и весом до 9 кг каждый. Очень удобная штука. Корпусные заглушки PCI-Express – вещи, которые трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. К тому же рядом с ними обычно находится видеокарта, которая выбрасывает горячий воздух, и снизу ему некуда деваться из корпуса. Выход? Существуют заглушки для PCI-Express с пылевым фильтром, которые легко с помощью идущих в комплекте болтов устанавливаются в большинство корпусов, убирая в них дыры или же улучшая воздухообмен. К тому же стоят они недорого – за пять штук с доставкой можно отдать всего 150 рублей. А за последние несколько лет, благодаря компании AMD, на рынке появились даже 16 ядерные домашние процессоры, из-за чего некогда мощные четырехъядерные Core i7 стали чувствовать себя в играх слегка неуютно. Выход? Разумеется, разгон. Но вот незадача Intel в своих решениях с третьего по восьмое поколение экономила на термопасте под крышкой, намазывая на кристалл графитовую смазку со свойствами КПТ-8. Как итог, разгон нередко таких достаточно мощных и горячих камней упирался не в возможности кремния, а банально в температуры. Опять же, какой выход? Скальпирование, то есть снятие крышки с процессора, замена термопасты на жидкий металл и установка CPU назад в сокет. Такая нехитрая процедура нередко снижала температуру сразу на 15-20 градусов, позволяя выиграть еще немалые 300-500 МГц в разгоне. Конечно, можно срезать крышку канцелярским ножом или сдвинуть тисками, но последний есть не у всех, а ножом легко повредить дорожки в тонком текстолите. Так что умные китайцы придумали металлический скальпатор. Вы ставите в него проц, закручиваете болт и вуаля, крышка срывается без всяких повреждений CPU. Стоит такая машинка сущие копейки нередко дешевле 400 рублей, что меньше, чем с вас возьмут за эту процедуру в большинстве сервисных центров. Нередко системные блоки у нас стоят на полу, далеко под столом или еще где-нибудь не в самом удобном месте. А так как мы люди умные и ленивые, можно воспользоваться выносной кнопкой включения. Стоит такое удовольствие вместе с доставкой около 500 рублей. При этом вы можете не только включить ПК, но и перезагрузить его. К тому же кнопка имеет индикаторы включения и загрузки HDD. Подключается она к обычной гребенке на материнской плате. Провод проходит через заглушку в корпусе сзади, а его длина составляет 160 см. Так что вы можете разместить кнопку на столе где угодно. Мы уже привыкли разблокировать свои смартфоны по отпечатку пальца. Он же стал все активнее проникать в ноутбуки. Встретить его можно даже в не самых дорогих ультрабуках за 35-40 тысяч рублей. А вот ПК его лишены, хотя даже функция Windows Hello отлично работает на десктопах, если купить USB-сканер отпечатков. Его настройка максимально проста — Windows 10 сама подтянет драйвера, после чего в параметрах учетной записи нужно будет включить заход по датчику отпечатков и запомнить свой палец. После этого вам не нужно будет вводить никакие пароли или пин-коды, достаточно просто приложить палец и оказаться в системе. Хотя мы с вами в системе уже давно. Скорее всего многие помнят количество шуток про колесики для Apple MacBook Pro по цене неплохого игрового ПК. Но сама идея удобна. Зачем переносить системник, если можно катать его по полу? Действительно. Я же каждый день катаю системник по полу. А китайцы продают универсальные подставки куда дешевле. За простую платформу придется отдать 1200 рублей, а если для большей защиты вы хотите видеть бортики, то цена вырастет до 1600 рублей. Также есть регулируемые подставки, которые вы можете точно подогнать под размеры своего системника. За них придется отдать 1700 рублей, что все еще немного за удобные передвижения по квартире. Кабель для зарядки смартфона, кабель для зарядки ноутбука, наушники, USB-удлинитель. Короче говоря, вокруг нас одни провода. И обычно они просто валяются на столе или на полу. У Базеус есть красивый магнитный органайзер. Вам нужно всего лишь закрепить магнит на проводе, после чего его можно удобно расположить на специальной подставке. Выглядит это куда удобнее разбросанных проводов, да и сам органайзер обойдется вам всего в 250 рублей. Вспомните, сколько раз вашей клавиатуре доставалось по различным поводам. Скорее всего, немало. Китайцы придумали отличный выход из положения — огромную мягкую кнопку Enter, которая к тому же еще и работает. Так что теперь, в прямом смысле слова, вы можете написать гневный комментарий и со всей силы долбануть по кнопке, чтобы его отправить. Стандартная ситуация — роутер ловит в коридоре, в ближайшей комнате, а вот в помещении с троном приходится пользоваться мобильным интернетом, который к тому же внутри здания может быть медленным. Выход — купить усилитель сигнала от Xiaomi, которая отлично зарекомендовала себя при выпуске вот таких штуковин. Вам нужно всего лишь подключить его к розетке, после чего в приложении Mi Home подружить с вашей Wi-Fi сетью. И все. После этого он будет раздавать интернет дальше, пусть и не с максимальной скоростью, но посмотреть видосы с YouTube в высоком качестве вы сможете без всяких проблем.